Ну а теперь о всемирном исходе. 25 тысяч пользователей в Facebook сегодня не появятся на своих страницах. Это те, кто поддержали акцию протеста по поводу ненадлежащей защиты пользователей от спамеров и хакеров, и кто объявили бойкот одной из самых популярных соцсетей. Наш корреспондент Татьяна Проскурякова попыталась выяснить, спасут ли от взлома такие приемы. Виртуальное раздвоение личности произошло совсем не по воле Дениса, просто его первый аккаунт в соцсети взломали, и многочисленные друзья теперь получают килобайты спама. Всякие игры, порно, ссылки какие-то, и все, то есть друзья какие-то отправляют веселые картинки, веселые видео, но я это просматриваю, они об этом не знают, что у меня эта страница уже не работает. Обращения в администрацию сайта результатов не дают, похищенную страницу уже не вернуть, как не вернуть и доступ к почтовому ящику, через который профайл взломали. Может быть это было бы и за счет каких-нибудь там хакеров местных именно с работы. Подбором чужих паролей занимаются хакеры, а точнее крекеры, специалисты по взлому. Рынок таких услуг хорошо развит, 2000 рублей за аккаунт не предел, а способов раздобыть кодовое слово становится все больше. Используются фишинговые сайты специальные, когда на электронную почту присылается ссылка для доступа на сайт, и пользователь на нее нажимает, и попадает на сайт, очень похожий на социальную сеть. Там он вводит свой логин и пароль, и этот логин и пароль долгополучно отсылается хакеру. Создатель популярной онлайн-библиотеки Максим Машков о сохранности своих данных не волнуется. У него больше 10 аккаунтов от ЖЖ до Твиттера, но у каждого уникальный пароль. Вероятность того, что вас взломают, если займутся именно вами, процентов 40 от 40 до 70. А берем тысячу человек, хабах, 400 из них сломаются по-любому, без всяких напрягов, без утверждений, просто потому что халявные, простые, бездарные пароли. По данным американской компании Alexacom, сайты соцсетей лидеры по посещаемости, самая популярная в мире платформа Facebook, канадские программисты обвинили ресурс в плохой защите личных данных и назначили дату массового исхода из сети. Сегодня эту инициативу поддержали 25 тысяч человек. Я бы сказал, что эту инициативу заказали конкуренты из другой социальной сети. Типа, оттуда уйдешь, у тебя начнется ломка, и ты к нам придешь. Вот. Уходить из сетей, глупо, куда мы от них денемся. Несмотря на радикальные решения, даже сами организаторы акции признают, выйти из сети так же сложно, как бросить курить. Но одного они добились точно. Администрация Facebook в ответ на обвинение значительно усилила меры по защите информации пользователей. Татьяна Проскурякова, Анжела Маркелова, Руслан Блажнов, Вести. Продолжение следует...